Александр и Алексей теперь с нами. И чтобы поприветствовать и представить их, мне хочется задать поступительному вопросу. Я вот открыл описание доклада на сайте Mobius, и там есть биографии и про спикера, и про эксперта. И я увидел, что в обоих случаях встречается одно и то же слово «стартапы». В случае с Александром там написано «прошел путь от собственных стартапов до работы в корпорациях». Поэтому мне любопытно спросить, а можешь привести пример какого-нибудь стартапа, в котором работал? Хочется сказать, что «стартап» — такое слово очень обширное. Это имеется в виду какая-то компания и твой проект на коленке, который вы с другом делаете по выходным. Из самого запоминающегося, из первых проектов мы делали плеер, в котором можно подключиться к другому плееру, вместе слушать музыку одновременно. Это была наша вау-дея. Мы вообще мечтали распространить во всех, что ты шел в метро, ввел человека, подключился к нему и послушал его песню. Вместе с ним кайфанул. Но Apple нас завернула на ревью. Так начался следующий стартап. Слушай, по-моему, это звучит многообещающе, потому что вот раньше были, когда были разъемы для наушников, то были сплиттеры. И если ты хотел с любимым человеком в метро слушать одну песню, можно было купить сплиттер и втыкать две пары наушников в один. А потом все стали переходить на беспроводные наушники и стало неудобнее. Мне кажется, у этой идеи даже сейчас есть потенциал. На самом деле сейчас Spotify забирает нашу идею, у них есть коды, и можно расшарить другу и послушать песню. То есть Spotify добрался. Корпорации добирают для всех этих маленьких идей. В случае с Алексеем, там написано, я увидел перечисление список интересов, и там самые разные пункты, которые начинаются с информационной безопасности, но дальше заканчиваются стартапами. И тут мне тогда хочется, чтобы как-то расшифровал, что этот интерес к стартапам означает. Изначально я работал в достаточно больших компаниях, а в конце понял, попробовал поработать в стартапах и, соответственно, для себя составил картину плюсов и минусов всех этих историй, как работы в большой, так и, соответственно, в каких-то маленьких конторах. И для себя понял, что мне интересно делать продукты, делать продукты интересные, специфичные, которые очень мало кто раньше, допустим, это делал, особенно интересно делал. Соответственно, это мой интерес делать разные стартапы, заниматься этим. И, кстати, так плавно подходя к теме данного доклада, вебсокеты, я бы сказал, что мы часто их применяем, потому что это быстро, удобно и достаточно многофункционально. Хорошо, спасибо за ответы. Мне хочется зрителям напомнить о том, что у нас есть телеграм-чат, куда можно писать вопросы с кнопкой под плеером, поэтому переходите туда и по ходу доклада, если возникают вопросы, пишите сразу. Ответы на вопросы будут уже в конце доклада, поэтому не переживайте, если что-то долго не отвечают. Лучше сразу написать вопрос, пока не забыл, чем вот ждать конца и успеть забыть к этому моменту. А если вопросов будет много и времени не хватит ответить на все в рамках слота, то после этого есть еще дискуссионная зона в Zoom, и вот там можно совсем как следует развернуться. И я думаю, на этом с вступительной частью все, и переходим к самому докладу. Так, я начинаю, да? Спасибо, Жень. Сегодня поговорим про OpsLocket, о том, что это такое, когда его применять, как и сколько нам будет это стоить. Давайте я все же чуть-чуть еще расскажу о себе. Я шесть лет провел мобилки, участвовал в нескольких стартапах, они по той или иной причине пришли к своему логическому завершению, покрутился в энтерпрайзе, в Сбербанке, в том этапе, когда из 20 человек мобильной разработки он превращался в сотни разработчиков. Очень интересный опыт, очень много я узнал от коллег. И в этой точке я пришел к тому, что снова хочу в стартапы, пришел в компанию Мэнчат, и тут меня спросили, а что ты знаешь про OpsLocket? И вот в этот момент я понял, что за все вот эти годы мобилки я действительно ни разу так с ним и не столкнулся полноценно и отправился разбираться, узнавать, что это такое, и как оно будет работать, какие у него есть подводные камни. И этот доклад — это как раз та вещь, которую я бы, наверное, хотел посмотреть и знать тогда, когда я устраивался на работу в Мэнчат. Вот такая история. Кстати, про Мэнчат нельзя не сказать пару теплых слов о месте, в котором ты сейчас работаешь. Мэнчат — это промесседжер-маркетинг, это инструменты для бизнеса, чтобы общаться, поддерживать своих клиентов с помощью мессенджеров типа Фейсбука, каналов типа СМС, Ватсапа, Инстаграма. Бизнес хочет легко взаимодействовать с клиентом, желает автоматизированно отвечать максимально быстро. Так это делает сам наш большой Мэнчат. А с точки зрения мобилки для тех бизнесов, в котором очень критичное время, которые считают, что если они за 30 секунд не отвезли клиента, они его потеряли, мы сделали мобильное приложение поддержки LiveChat. Фактически это мессенджер в экосистеме Мэнчата, который позволяет бизнесам общаться с их клиентами. Таких клиентов много, более миллиона по миру. Клиенты, в смысле, у нас. И тут нам помогает WebSocket. WebSocket — это действительно очень крутая технология. Я выделил несколько вещей, которые вы делаете таким особенным. Первое — WebSocket, он двунаправленный. Он позволяет вам общаться и вести весь диалог в рамках одного соединения в идеальном мире все-таки. У него очень маленький размер хедеров сообщения. Вот хедерами сообщения я имею в виду тот набор системной информации, которую вы вынуждены слать в довес контенту, который передаете. И он передает бинарные строковые данные. Плюсы, думаю, звучат, но чтобы их понять, давайте сравним их с чем-то знакомым, с чем-то понятным, с HTTP. Причем давайте сравним с HTTP сразу двух версий, чтобы лучше почувствовать контраст. Я взял все эти крутые штуки, что написал до этого, вынес их в критерии, добавил еще один, который скажу в конце, и получилась такая табличка. Давайте последовательно по ней пройдем. Итак, про обмен данных. WebSocket — это двунаправленный, честный обмен данных. Это значит, что и клиент может отправить сервис сообщения, и сервер, являясь одноценным участником общения, может отправить клиенту сообщения. С HTTP первой версии там не совсем так. Клиент шлет запрос, сервер только тогда может отправить ответ. 2.0 улучшает эту историю, то есть у вас может быть соединение более долгим, он может остаться открытым после ответа, и бэкэнд может дослать еще несколько ответов. Но все еще честной двунаправленности нет. Хотя, ну как нет? Смотрите, WebSocket появился в году 2008, и в популярность обрел значительно позже. До этого проблемы, когда нужно в реальном времени обновлять данные, встречались и их решали. И на HTTP можно получить двунаправленность. Для этого есть парочка подходов, я выделил, называются polling и long polling. Polling — это суперпростой подход. Вот, вы просто берете и с некоторой периодичностью отправляете запрос на серверах и получаете ответ. Все как обычно, кроме периодичности. Это достаточно нагружает бэкэнд, это примитивно, но это может вам помочь. Здесь и сейчас, допустим, у нас было приложение, в нем была заявка, заявка обрабатывалась долго, нам нужно было периодически чекать ее статус. Мы вот таким образом дешевым закрыли возможность проверки статуса раз в 15 секунд, встречаясь на бэкэнд и забирая статус текущей заявки. Если, конечно, хочется чего-то более эффективного с точки зрения все-таки, все-таки мы инженеры, и есть развитие этой идеи, технология называется long polling, она уже интереснее. Вы закидываете запрос на бэкэнд, и бэкэнд, внимание, вам не отвечает. Он не отвечает вам какое-то время или до момента того, как появились те данные, о которых вы ожидаете. Я это ассоциирую с рыбалкой. Вы закинули удочку и ждете, пока клюнет. В какой-то момент, либо подходит время тайм-аута, либо данные пришли, бэкэнд отправит ответ, и вы снова закидываете запрос, снова ждете. Это чуть более эффективно с той точки зрения, что вы, во-первых, моментально, скорее всего, получите данные, во-вторых, забыл, что во-вторых. В общем, это кажется эффективней. Единственный минус, что бэкэнд будет нагружаться сильнее, потому что нужно будет поддерживать активные коннекты в большом количестве, и это нужно будет уметь настраивать вашим бэкэндерам. И остаются все те минусы HTTP, о которых мы поговорим дальше. Возвращаемся к табличке. Следующий пункт у нас про соединение. Во-вторых, кто ставит одно соединение, в рамках этого соединения идет общение, присылка сообщения. Когда мы говорим про первую версию HTTP, опять же, здесь, скорее всего, у вас будет в течение жизни приложение, если вы общаетесь по HTTP, у вас будет закрываться и открываться соединение. Потому что по умолчанию соединения настроены, чтобы они жили недолго, секунд 15 они настроены, если они сделают что-то другое. И, соответственно, если в рамках 15 секунд не было HTTP-запросов, коннект закроется, и при следующем сообщении придется открывать заново. HTTP 2.0 пытается решить эту проблему, пытается улучшить это, и там действительно можно добиться одного соединения, но с значительными усилиями. Поэтому все-таки я оставляю в пункте HTTP 2.0, что там тоже будет несколько соединений со звездочкой. Самый, наверное, интересный пункт здесь, на котором можно визуально увидеть прошу различия, это размер сообщения. Я написал в WebSockety 15 байт, пока что вам придется поверить мне на слово. В случае HTTP 1 и HTTP 2, давайте чуть-чуть вспомним, как формируются HTTP-запросы. HTTP есть стандарт, вы обязаны написать метод, версию протокола, обязаны отправить хост, хедер, и для односимвольного урла все это будет весить 26 байт. Давайте просто напомним. Если вы возьмете ваш нормальный URL бэкэнду, добавите туда юзер-агента, добавите туда сессию, добавите туда еще какой-нибудь важный хедер для вашей аналитики, допустим, то, первое, получится достаточно большой хедер, который не влезет на слайд, как бы дизайнер ни старался. Во-вторых, этот хедер будет весить 500-800 байт, что уже на порядок больше того, что было до этого. Это много, это неприятно. HTTP 2.0, опять же, считает это проблемой, пытается это решить. У них там есть умная система кэширования, когда вы шлете на самом деле не хедер, а ссылку на хедер, который хранится на бэкэнде, в специальной таблице, тем самым экономите драгоценные байтики при присылке сообщений туда и обратно. И здесь размер уменьшается. В этот момент вы можете подумать, нафига мы считаем байты. И на самом деле это не то, что прям критично, но размер это все-таки плохо. Размер побочный, он влияет и на скорость передачи, и на тратиться ресурсы, CPU, батарейки на все 50 партнер, и скорость обработки меньше. Всегда хочется, чтобы работало максимально эффективно, и вот в случае, HTP и WebSocket, есть большая разница в размере между WebSocket и HTP. По типу данных здесь нельзя какого-то что-то особенное выделить, разве что HTP 2.0 бинарный, он более эффективен с точки зрения передач, хотя менее читаем. Есть пятый пункт, который я добавил, он называется гарантией доставки, хотя сейчас я бы, наверное, назвал гарантией успешности операции, и вот у HTP и HTP он есть, а у WebSocket его нет. И сводя все вот эти плюсы, минусы, сравнения, можно свести, что вы получаете на WebSocket четкое направленное соединение с маленьким размером сообщений, и теряете при этом гарантию доставки. Чтобы понять, как это так получается, давайте попробуем посмотреть, как же работает WebSocket внутри. WebSocket работу можно поделить на два этапа. Первый этап – это этап рукопожатия. И второй этап – это как раз-таки обмен тем самым сообщением через сокет. Рукопожатие, как ни странно, происходит на HTP. Это очень стандартизированный запрос-ответ, когда клиент передает специальный набор хеддеров, там, версии, всякие протоколы extension, о которых мы поговорим сегодня, передает рандомный ключ. Сервер, который умеет с этим работать, он это все видит, прибавляет константу к рандомному ключу, выбирает из плюсовых протоколов extension что-то, что ему нужно, и отправляет клиенту специальный ответ с кодом 101. Мы меняем протокол, и с этого момента мы забиваем про HTTP. Весь HTTP нам был нужен просто, чтобы удобно и легко подтвердить, что оба абонента умеют работать на веб-сокете. А дальше я написал, что мы передаем сообщение через сокеты. Специально футировал внимание на сокетов, потому что в этот момент у вас может создаться небольшой такой диссонанс, есть веб-сокеты, есть какие-то сокеты, в чем разница, что есть что. Давайте поставим здесь точку, еще чуть-чуть глубже копнем в теорию и вспомним TCP IP стэк. Супер упрощенно, не будем давать детали. Есть транспортный уровень, есть уровень application, между ними я как раз разместил сокет. Давайте поговорим про это. На уровне application у нас работает веб-сокете, как раз HTTP, а под ним работает TCP. Что такое TCP? TCP – это протокол транспортный, который помогает вам как раз таки делать все самое важное в передаче. Это надежную доставку, последовательное получение, сегментация данных. Но ваши протоколы более высокого уровня не работают напрямую с TCP. Они работают с некоторой абстракцией, как это привыкно к программированию. И эта абстракция, с которыми работают, называется сокет. И когда мы говорим про сокет, мы часто говорим про адрес, на котором крутится ваш сервер, который обслуживает TCP. То есть про комбинацию IP-шника и порта. Это очень простая концепция. И, соответственно, уже с этим сокетом общается ваш веб-сокет, как протокол, или HTTP. Давайте я сделаю шаг назад. У нас есть TCP, который обеспечивает надежную доставку, последовательное получение, сегментацию. Кажется, что вот этих штук уже достаточно, чтобы общаться и передавать данные в интернете. Поверх этого HTTP накидывает свои хедеры, свои стандарты отправки данных. Что добавляет веб-сокет? На самом деле, очень мало добавляет. Я выделил пять вещей, которые он добавляет поверх. Первая вещь – это концепция сообщений. Вторая – это свой фрейм. Несколько типов сообщений специальных. И дальше идут расширения и подпротоколы. Что такое концепция сообщений? Я здесь сравнил отправку данных через TCP и через веб-сокет, что может быть не совсем корректно, но зато наглядно показывает разницу. Когда вы отправляете по TCP пакет, вы просто отправляете последовательность байта. Вы отправили шесть байт одним пакетом, отправили вторым пакетом два байта. Сколько там разных кусков информации сообщений в вашем мессенджере? TCP не знает. Он просто передает куски байтиков и гарантирует вам, что они дойдут в нужном порядке и по очереди. Веб-сокет вводит концепцию как раз-таки сообщению. Он предупреждает другого оппонента. Смотри, сейчас я тебе пришлю восемь байт, вот тебе шесть байт, вот тебе два байта. Веб-сокет получил все восемь, говорит, ага, собрал сообщение и отдает его бизнес-логику обрабатываться. Если два байта где-то потерялись, то сообщение не будет доставлено, потому что сообщение имеет смысл только целиком. Дальше на уровне протокола все же отправляется пакетиками. Мы не можем передать сразу все данные обычно. Поэтому есть специальные фреймы. Здесь как раз открыты те самые хедеры, о которых я говорил в начале. Мне очень хочется прям заострять здесь внимание. Здесь нет ничего такого, что вам пригодится прямо в практике. Это может быть просто интересно в плане того, как оно работает под капотом. Итак, здесь мы видим фрейм. Здесь перечислены битики. Каждый бит что-то обозначает, каждые несколько битов. Первый бит обозначает обычно индикатор последней части сообщения. У вас одно сообщение может быть разбито на несколько фреймах, и у последнего там будет стоять единичка. Дальше там есть пустое пространство, зарезервированное под светлое будущее, когда протокол расширится чем-нибудь. Дальше идут типы сообщений. Есть интересная вещь с маскированием. Если вы будете использовать небезопасную версию протокола, а у WebSocket так же, как и у HTTP, есть безопасная версия, которая используется SSL, и обычная. ВСС и ВСС. Если вы будете использовать обычную, то ваши данные будут уязвимы. Их можно запишировать, их можно как-то переиспользовать. Чтобы как-то защититься, более рекомендуется на незащищенном протоколе использовать маскирование. Отсюда ползет флаг того, что сообщение замаскировано, и masking key — это ключ, который применяется к тем данным, что вы передаете. Если вы используете безопасное соединение, а, скорее всего, вы будете его использовать, то маскирование не понадобится. И дальше идет концепция длины. Она здесь разбита на несколько частей для экономии. Если у вас длина не умещается в 126 байтов, то используется Extended Length, и вы можете там хоть 65 536 запихнуть, пихнуть длину сообщения, пообещать, и плавно отправлять ее кусочно. Протокол это поддерживает. То есть у нас достаточно большое ограничение, большие возможности по отправке сообщений. И вот эта вот вся табличка, она как раз-таки, если начать совершать математику, то из нее как раз-таки получится тот самый overhead над сообщениями, которые вы отправляете. То есть около 2-10 байтов при использовании Extended Length будет overhead над тем контентом, что вы отправляете. Это очень мало. Соответственно, будет чуть-чуть больше, если вы используете маскирование. Типы сообщений. У WebSocket очень мало типов сообщений. Банальные строковые бинарные данные. Я думаю, здесь ничего пояснять не надо. Есть также специальные сообщения пинги и бонги, называемые Control Frame. Давайте их оставим на чуть-чуть опять попозже, когда мы будем говорить про поддержку соединения. Есть еще сигнал о закрытии сокета. Этими сигналами очень желательно обмениваться, чтобы обе стороны закрыли свое подключение, закрыли свой сокет, и чтобы другая сторона в этот... Секундочку. В закрытом сокете, в сообщении о закрытии сокета есть дополнительная информация о том, почему закрывается сокет, который может быть полезен в вашей бизнес-логике. Вот что я хотел сказать. Сверху этого протокол еще добавляет возможность его расширять, хотя эти расширения, в моем понимании, это больше преобразования. Как пример, можно привести сжатие данных. В самом протоколе нет никаких сжатий, но вы можете подключить дополнительное расширение, которое будет фиксироваться на этапе рукопожатия между клиентом и сервером. И это преобразование будет применяться в сообщении перед отправкой и после отправки. И также есть возможность введения каких-то своих дополнительных саб-протоколов. Саб-протоколы — это про введение дополнительных ограничений, я бы сказал. Это, допустим, новые типы сообщений, дополнительные параметры, структура какая-то жесткая. Тоже фиксируется на этапе рукопожатия. Клиент может перечислить несколько вариантов того, с чем он может работать. Сервер выберет один, по которому они будут общаться. И это на самом деле все. И уже в этот момент можно почувствовать, что добавлено так мало, что, возможно, чего-то будет нам не хватать. И отсюда пойдет мой следующий тезис, что в WebSocket это бывает больно прям. Потому что есть несколько проблем. Есть нюанс со стабильностью коннекта, со гарантией успешности операции, которую я посвечивал, когда сравнивал WebSocket с HTTP, а с переподключением истории и отдельно от споку всего можно поговорить про батарейку и про ресурсы. Что я имею в виду под стабильностью коннекта? Мы никогда не подключены к серверу напрямую. Всегда есть какой-то набор прокси-серверов, какие-то фаерволы, защищающие все что-нибудь. Вы установили коннект и начали слать сообщения. В какой-то момент фаервол может решить, что идет какой-то подождительный трафик и заблокировать. Какой-то прокси может вывалиться. И, скорее всего, у вас достанет радиомолчание. То есть вы будете слать, оно будет куда-то уходить, никуда, вам не будет ничего приходить. Чтобы бороться с этой проблемой, как раз таки вводят концепцию контрол-фреймов пингов и понгов. Ее идея в том, что мы периодически шлем пинг другому абоненту, он обязан нам ответить понк. Нет ответа, закрываем коннект, скорее всего, мы этого человека потеряли, пытаемся открыть новый, если мы клиент. Эти сообщения очень маленькие, за счет этого очень эффективны. Как часто их надо слать? В стандарте, в сокете, нет четкой формировки. Я полазил по разным библиотекам, и в среднем они шлют раз в 20 секунд, и до 10 секунд ожидают ответа. Не произошло, как я уже говорил, отключаемся, пытаемся подключиться заново. Эту штуку можно делать на любой стороне и на клиенте, на сервере. На сервере она считается обязательной, потому что цена простая и еще высокая, то на сервере высока. Теперь вернемся к гарантии успешности. Что я имею в виду под этим термином? Когда вы шлете HTTP-запрос, вы привыкли, что вам ответят. Вот вы пишете мессенджер, отправляете сообщение по HTTP, вам ответ приходит 200, сообщение отправлено. 500, серваки упали, отправят попозже. В случае с вебсектом такого, к сожалению, нет. Мы отправили и на этом все. На уровне TCP у нас есть некий acknowledgement, то есть то, что данные дошли и, в принципе, протокол знает, что пакетик куда-то доехал. Но мы не знаем, выполнилась ли успешная бизнес-логика, что мы имеем ли мы право что-то делать с диванами, имеем ли мы право их показывать. Поэтому, скорее всего, нам придется писать acknowledgement самим. Для этого нужно будет добавить какое-нибудь поле, допустим, client-ID или UID, некий уникальный идентификатор, который сгенерирует клиент при отправке сообщения. И сервер после успешной бизнес-логики может вернуть какое-то свое сообщение с этим айдишником, так мы будем знать о том, что данные пошли успешно. Условно, мы пишем мессенджер, в вебсокет мы шлем сообщение об отправке, крутим лоадер, пока бакет не вернет нам сообщение с таким айдишником. Это лишь один из вариантов, можно придумать что-то еще свое. Дальше чуть-чуть интереснее. Реконнект. Как мы уже говорили в начале, работает в идеале на одном соединении, но мы, мобильные разработчики, наши пользователи путешествуют по миру, они заходят в метро, забираются в глубоко в здание, где сеть плохо работает, и в этот момент вам придется переподключиться. Ну, что вам нужно будет сделать? Ну, во-первых, вам нужно будет мониторить сеть, и как только она появится, запустить Watchdog, который будет периодически пытаться установить коннект. Возможно, это произойдет не сразу, потому что, кроме нестабильной сети, бывают еще проблемы на бэкэнде и так далее. Лучше при этом использовать какой-то рандомный интервал. Когда я говорю про Watchdog, я имею в виду, можно представить банальный таймер, который раз в интервал ходит на бэкэнде и пытается подсоединиться. Важно, еще раз подчеркну, лучше не делать интервал зашипный клиент, допустим, 15 секунд, потому что, если вдруг у ваших миллионов клиентов у вас миллион клиентов, у вас есть бэкэнд, он сломался, и они будут раз в 15 секунд все дружно приходить и 100 часов к нему, то это не добавит ничего хорошего в ситуацию. Поэтому лучше рандомный интервал. как только вы подключились, возникает вопрос, что же произошло, пока вас не было? Вы об этом на уровне протокола никак не узнаете. Никакой истории нет. Вам, скорее всего, придется делать это самим. А из самых простых идей вы можете помечать все сообщения какими-то айдишниками уникальными и отправлять на север-айди или таймштемп своего последнего сообщения, которое у вас есть на клиенте. Бэк его получит и сможет дослать вам пропущенные сообщения. Причем есть шанс, что он будет так много, что он не сможет их отправить за раз, а будет пачками вам досылать какое-то время. Это не кажется сложной точкой с точки зрения клиента, с точки зрения бэкэнда это может быть немного интереснее. И последний пункт, касаемо ресурсами, у нас есть коннект, открытый, по нему постоянно ходят данные. Как несложно догадать, что это нам чего-то стоит. Поэтому важно закрывать сокет при сворачивании приложения. Мы тратим энергию, система это замечает. Когда вы будете сворачивать свое приложение субсокетом, система какое-то время его потерпит, но потом она, скорее всего, его просто убьет, потому что вы жрете слишком много энергии для приложения, которое не в фоне, которое не активно у пользователя. И когда пользователь снова откроет, вместо того, чтобы кататься на прошлом месте и получить историю, он еще получит у вас холодную загрузку. Ничего приятного в этом не для него. Сколько тратит энергии сокет? Мне сложно ответить. Я находил очень много статей, которые говорят, сокет тратит много энергии. Но найти четкого подтверждения у меня не получалось. Я провел несколько экспериментов у себя. Что я могу поделиться? Вот у вас есть пустое приложение. Если вы откроете на нем сокет, то потребление в графе энергопотребления с низкого вырастет до высокого. Мне сложно сказать, сколько это, но выглядит не очень приятно. Соответственно, если у вас есть хоть немножко экранчиков, какой-то логикой, то, скорее всего, вы сразу приедете в область вархай. Что потенциально заставит систему убить ваше приложение, как только вы его свернете. И приблизительно 15-20% ресурсов CPU среднего айфона я мерил, по-моему, на семерке будет тратиться на обеспечение коннекта и обработку сообщений. Что тоже затратно. Ну да ладно. Мы с вами сейчас много проговорили про теорию, про то, как она работает. Как же эту историю подключить? У нас есть набор альтернатив. У нас есть CF-нетворкинг. Это фреймворк от Apple. CF может вам уже намекнуть, что вас ждут C, указатели и все, что есть с этим рядом. Эта штука работает с iOS 2.0, но, скорее всего, вы не захотите ей пользоваться. Это очень неприятная, не очень приятная, низкоуровневая штука. В iOS 13 Apple немного опомнились и, наконец-то, выпустили свою имплементацию веб-сокет максимально простую, легкую, но, к сожалению, только с iOS 13. Возможно, не всем проектам сейчас она подойдет. Для всех тех, кто хочет использовать веб-сокет, она не хочет писать свой абстракт на CF нетворкинг самому, есть Starscream, популярная GitHub-овская библиотека. Она под капотом как раз-таки использует настраивать все эти указатели, а для iOS 13 она просто использует нетворкинг и дает вам достаточно удобный PIP. И если вы прям любите коробочные решения, то есть еще сокет EO. Оно добавляет поверх протокола еще набор вещей сверху. Давайте, я не знаю, не очень хочется фокусироваться на подробном сравнении, давайте просто пройдемся по проблемам, которые я перечислил и посмотрим, как эти библиотеки их решают. Да, кстати, все эти решения реализуются полностью стандартным сокетом, то есть они прям с точки зрения протокола они делают все, но, как мы уже говорили, в протоколе есть ряд вещей, которых вам может быть не хватать. Так, снова табличка, три библиотеки, я оставил с цех networking за бортом, я верю, что вы не хотите с ним возиться. Вот, с точки зрения проблем, стабильности коннекта, то наши библиотеки все дружно умеют отвечать понгом на пинг от сервака, если вы захотите делать пинг-понг со стороны клиента, чтобы следить за соединением на networking и в старт-скрине, вам придется делать самому. Socket.O сделает за вас. С гарантией доставки только Socket.O предоставляет свой ICK, с reconnect, я здесь, кажется, наврал, Socket.O поддерживает автоматический reconnect, автоматический reconnect. С точки зрения истории, во всех случаях вам придется написать самому. Каких-то либо особенностей отличительных у библиотек нету, поскольку WebSocket сам по себе простой. Можно выделить про networked, что он работает поверх URL session task, что может быть удобно, ваши всякие делегаты с авторизацией или директом заработают на WebSocket сразу. И странности, вы напишите скорее всего такой код, он отработает, в данном коде вы получаете сообщение по WebSocket, но он отработает только один раз, потому что вам придется каждый раз совершить completion, это максимально странное решение страны Apple, но оно так работает. Starscream у него чуть-чуть отличная пишка, и он предоставляет пару методов в стиле рекомендуем тебе переподключиться, что вряд ли повлияет на ваше решение. Скорее всего, вы будете выбирать библиотеку, исходя из поддерживаемой версии iOS. И есть еще Socket.O. Socket.O это коробочное решение, у него более легкий старт, есть long-polling еще дополнительно, и единственный минус, который могло вам сформировать, это то, что у него во-первых, достаточно много шуток на GitHub с такими нюансами, второе, это то, что Bookend будет сложнее масштабировать. По крайней мере, так говорят бикендеры, с которыми я общался. К сожалению, у меня нет опыта разворачивания Bookend.O. Но несколько ребят, с которыми мы общались, подсвечивали, что их основная боль была именно в масштабировании. Ну да ладно. Итак, вы выбрали себе библиотеку, на которой будете разворачивать WebSocket. Какие еще напутствующие советы можно вам дать? желательно вам задокументировать протокол сообщения. Какие сообщения вы будете слать? Это будет не так удобно, как с REST-IP. Нет такого четкого инструмента, как Postman, допустим, или Swagger. Но я рекомендую вам это сделать, чтобы не потеряться в огромном количестве сообщений. Их реально можно делать дофига. Дальше договорились, как вы будете их отличать друг от друга. Нужно я рекомендую завести какое-нибудь уникальное поле Type или просто сделать Type ключом и по нему парсить сообщение. И на старте договориться с бэкэндом, заложить ICK какое-то и получение истории. С точки зрения архитектуры я могу рассказать, как было сделано у нас. У нас есть некий WebSocket Client, некий класс приложений, который полностью забирает себя все, что связано с сокетом. И наружу представляет два метода. Это SubscribeToEvents, метод, в который можно подписаться из бизнес-логики, в нашем случае с интерактора, и получать сообщения об ислоге, это как-то на них реагировать. И какой-то метод SubscribeToConnectionChanges, когда нам нужно среагировать на изменение коннекта, отобразить допустим пользователю, что сейчас мы коннект потеряли, и данные могут быть неактуальны. Сам внутри наш WebSocket Client умеет коннект и дисконнект к секрету сам. У него внутри запишен WatchDock для реконнекта, и он преобразовывает полученные JSON-ы в какие-то модельки. Вот что он делает. С парсингом, скорее всего, будете парсить, как обычно, с RST, с JSON-ами, если будете именно их использовать. Вот так выглядит наш парсинг, мы просто достаем ключ, по этому ключу парсим модель. Все очень просто. И с бизнес-логикой мы подписываемся и реагируем на какие-то события. Когда вы напишете есть код, возможно, вы столкнете с каким-то багом, и вам придется это тестировать. Протестировать можно несколькими способами. Если вам нужно слайд на клиент что-то, то вам может пригодиться Charles. Он может прихватить коннект, и вы сообщение на свой клиент, смотреть, как он реагирует. А если вы хотите потестить БК, то можно воспользоваться браузером или, допустим, HopScotch.io. Это бывший пост-вумен, конкурент постмена. Там можно подключиться по сокету или по сокету.io к браузеру, к какому-то серверу, и подзаимодействовать с ним, потыкать его палочкой. В крайнем случае вы сможете какой-то тестовый сервачок поднять, коннектить клиент к нему и также тестировать. Это будет очень просто. И вот этого всего вам, наверное, хватит, чтобы построить приложение на WebSocket.io. Но, как всегда, есть какая-то еще история, которую хочется рассказать. В нашем случае это как раз история про то, что используем мы в Манчате, про подход, который называется PubSub или Publishers Subscriber, который немножко меняет парадигмы взаимодействия. Мы перестаем заботиться о конкретных пользователях, начинаем работать с каналами. И поскольку мы начинаем работать с каналами, эта штука в рамках каналов очень удобно масштабироваться на бэкэнде. Давайте я поясню, что я имею в виду. Мы забываем про пользователей. У нас есть, может быть, это не самый лучший рисунок, у нас есть некий источник Publisher, который отправляет куда-то данные в какой-то канал. И этот канал рассылает его всем участникам. Неважно, сколько этих участников, какие они, мы просто отправляем данные в канал, а от канала они рассылаются по-другим. И это очень удобно с точки зрения бэкэнда. С точки зрения клиента здесь не особо что-то меняется. Как это заводится история? Можно реализовать эту логику самим, написать канал и поверить своего бэкэнда фронтэнда, можно докрутить сокито, он поддерживает эту концепцию, можно использовать и то, что используем и последний пункт, это центрифуга. Центрифуга это библиотека для написания как раз-таки паблишер-содскрайбер общения по веб-сокиту. Она нашего русского соотечественника, который сейчас работает в авито, она очень крутая с точки зрения масштабирования и удерживания нагрузки. В ней уже сделаны все эти каналы, события с каналами, пользователь зашел в канал, пользователь вышел из канала, всякие ограничения видимости, ограничения по размеру этих каналов. То есть все, что нужно, чтобы построить эффективный чат. Есть даже получение истории канала, какие-то восстановления сообщений между реконектами есть. И центрифуга сама по себе и у нее есть нюанс, она как бы позиционирует себя как отдельный сервис от вашего бэкэнда, поэтому мы приходим к внезапному откровению, что когда мы работаем с центрифугой, отправлять данные с клиента лучше через HTTP, что может казаться очень странным, потому что мы только что говорили, что ATP, конечно, хороший, но уж очень больно тяжелый для общения. К сожалению, с центрифугой история идет по тому пути, что она отдельный сервис, она хорошо может стабироваться отдельно, можно развернуть много инстинктов и какой-то кэш, который будет синхронизироваться между ними, но на ней нет никакой бизнес-логики, она к вашему бэкэнду, к вашим данным отношения не имеет. Поэтому, когда вы начнете работать с центрифугой, скорее всего, ваш алгоритм общения будет выглядеть так. Вы по привычке будете слать HTTP-запрос на бэкэнд. Бэкэнд будет его валидировать, выполнять всякую бизнес-логику, которая важна, записывать в базу данных. Только потом он отправит это сам бэкэнд на центрифугу, а центрифугу разошлет всем участникам канала. И знаете, в этом есть плюс, потому что когда мони-чат поднимает центрифугу, ее подняли буквально за час. У нас уже был большой RSTP, мы просто подняли центрифугу, преиспользуя этот RSTP для общения, а по центрифуге начали получать на вход себе, на клиент различные события. Действительно, ровно за час. И если вы будете отправить по HTTP, то уйдет как раз проблема с гарантией доставки, гарантией успешности операции. Возможно, вам придется следить за дублями, потому что у вас будет HTTP-ответ с данными, у вас будет ответ по WebSocket с данными, здесь может пригодиться acknowledgement. И вот можно будет переиспользовать ваш текущий RSTP. Это удобно. Тринфуга развивается, мы сидим на версии помладшей, такой, версии, я забыл какая, но ей, наверное, года полтора. Сейчас на Тринфуге уже версия, по-моему, 2.8 или 2.7. И с недавних пор она поддерживает полноценное общение по WebSocket. То есть мы можем забыть все-таки про HTTP и общаться двусторонне. В таком случае Центрифуга будет получать специальное сообщение, и это сообщение будет проксировать на ваш бэкэнд, бэкэнд будет выполнять логику, возвращать Центрифуги, и Центрифуга уже будет наконец-то рассылать данные по каналам. И мы вернемся к какой-то классической концепции. Но я вам честно скажу, что мы сидим на концепции с отправкой HTTP, и в этом нет ничего болезненного, в чем-то это даже удобно. Ну вот, я здесь привел пример, какого Джессончику будет бегать на Центрифугу специальной с данными, которые потом отправятся на бэкэнд. Вот. И для всего этого есть библиотека, как всегда. У этой библиотеки есть даже классные фичи в стиле автоматического реконнекта, пинга-понга, поддержки всех этих каналов, то есть вы там можете подписаться на большое количество каналов разных клиента. Допустим, вы мессенджеры, у вас есть диалоги, группы, под каждый диалог группы у вас свой канал, вы все можете на них подписаться, получать на них данные. Все хорошо в этом плане, но развивается на силу и сообщество. Звезд у нее в разы меньше, чем у того же Starscream. И последние версии библиотеки, их есть две. Одна есть прям суперновая, а одна есть деприкетнутая. Вот суперновая поддерживает только портопав, а деприкетнутая поддерживает и JSON, но методов у нее поменьше. Тут уже вам придется решать, что для себя брать и что докручивать. И на этом, наверное, все, что можно сказать на центрифугу. Это, еще раз, концепция Publishers Subscriber у вас появляются, помимо общения по высокотказу, появляются каналы, вы подписаны на эти каналы и в рамках этих каналов получаете какие-то данные. И это удобно клиенту, это удобно бэкэнду при масштабировании. Позволяет очень здорово эффективно использовать ресурсы. А теперь, когда мы вот это все проговорили, давайте вернемся к вопросу, который поставили в начале доклада. Как, когда и сколько это будет стоить? А первый был вопрос, когда. Когда вам нужен WebSocket? Вам нужен только, когда у вас есть регулярное общение между бэкэндом и клиентом. Для негрязных обновлений на определенных экранах вам и полинга хватит. Можно даже лонг-полинга. Даже TP 2.0 это вам за глаза хватит. Заменить REST WebSocket нежелательно, потому что вам придется оплатить цену постоянного коннекта и обеспечить все эти истории, все эти аккноледжменты. Оно вам чаще всего не нужно. Как? Есть нативный способ. Спасибо, Apple. Есть несколько популярных библиотек. Выбирай, не хочу. Для паблишера софткайбера есть хорошее моштабиримое решение о центрифуге. А сколько это будет стоить? На бэкэнде это будет дорого стоить. Вам придется разворачивать дополнительную структуру, поддерживать ее и так далее. Это не будет совсем дешево. Также вам понадобится ICK, Reconnect и история. Потребует усилий, но скорее всего немного. За спринт справитесь. Подключение библиотек интеграция. Скорее всего, если вы захотите, вы уже сегодня подрубите библиотеку. Если у вас будет бэкэн, вы к нему сразу же подкручитесь и получите свой первый пинг. Ответите на него Pong и порадуйтесь. А для пользователей возрастет энергопотребление, к сожалению. И желательно помнить об этом. Не забывайте закрывать WebSocket, когда он не нужен. Я собрал немножко материалов для вас. Мою презентацию можно будет скачать на странице Nobius'a и уходить по ссылкам, почитать все эти вещи. А пока что давайте перейдем к вопросам. У меня все. Спасибо тебе за доклад. Он классный. И я, наверное, если уж переходим к вопросам, воспользуюсь преимуществом эксперта, если оно такое вообще есть. И, наверное, задам свой вопрос, который я очень долго хотел тебя спросить. По поводу расскажи, пожалуйста, мы использовали, мы тоже писали корпоративный мессенджер, как и в целом вы. И у нас тоже нужно было слушать соединения, нужно было делать достаточно быстрые запросы, чтобы лишние байты не уходили. Нужно было делать реконнекты. И мы использовали gRPC. Вот в целом расскажи немного, как ты думаешь, какое отличие от веб-сокетов от gRPC, и что в какой момент, особенно если углубиться в мобилке, что лучше в мобилке использовать. У меня есть цель написать какой-нибудь какие-нибудь там какой-нибудь даже давай возьмем тебе это будет ближе всего. Допустим, у меня есть цель написать мессенджер, чтобы ты вот сейчас уже глядываясь назад выбрал использовать веб-сокет или gRPC. Ну смотри, давай начну с того, что про gRPC я знаю только из статьи в интернете. Я представляю, как она работает. Мне кажется, gRPC довольно комплексная штука. У нее много плюшек, и они одновременно нужно в них разбираться. WebSocket суперпростая технология. Условно ты там веб-сокет браузер стартуешь в одну строчку и на Node.js ты там развернешь его тоже очень быстро. То есть, наверное, если бы я писал какой-то стартап простой, то я бы взял какую-то простую технологию, которая точно будет работать. Для меня это было бы именно какой-нибудь сокет я бы взял разворачивание. Если это более большой сложный проект, то тут уже есть нюансы. Плюсы G-RPC, как я вижу, это в том, что там используется, насколько я помню, протобав, и там используется генерация моделей, то есть, у вас какой-то будет единообразный слой нетворкинга. А вот минусы какие, я не могу посетить, поскольку пока что не работал. Возможно, я бы, знаешь, что сделал, я бы сходил на доклад в субботу по G-RPC, послушал бы его, мысленно сравнил и прикинул, где у меня рисков больше, где меньше. Потому что в самой технологии, к сожалению, я не обкатывал в продакшене. Мне немножко страшно. На самом деле, предварительно скажу, так как я обкатывал ее в продакшене, очень большая проблема с отладкой. Вот прям очень больно отлаживать эту всю историю, делать там те же самые тестовые запросы, которые, скорее всего, ты можешь сделать, будучи в WebRTC с технологией. Спасибо. Давай я тогда задам тебе вопрос от наших слушателей. Вот, наверное, интересный вопрос задают. Соответственно, вот ты сказал про Reconnect. вот по опыту, то есть насколько я там знаю, советуют использовать Fibonacci числа для того, чтобы делать Reconnect. Например, я там слышал, что нужно делать Reconnect экспоненциально. То есть вообще, как ты считаешь? Или делать линейно Reconnect? Как ты вообще? Слушай, вот экспоненциально классная идея. Между нами, говоря, я это помню, но в тот момент я немножко поленился, просто сделал рандомный интервал и в принципе ок, но кажется, что вот если идея с Fibonacci, она более правильная, потому что если вы несколько раз не смогли подключиться, у вас явно какие-то проблемы. Не нужно долбить и своими проблемами и бэкэнд. Ну да, ну и мне кажется экспоненциально, конечно, это есть риск того, что мы уйдем куда-то там далеко и Reconnect будет только через там минуту и это будет... В любом случае, мне кажется, надо слушать сеть, слушать то, что приходит от сети и в зависимости от того как раз-таки делать эти Reconnect, потому что ивентов достаточно много для того, чтобы понять, когда сеть могла прийти. Вот. Еще... Слушай, я... Не, пожалуйста, я, наверное, влезу, ты хорошо мысль развил. Я бы рекомендовал вам одновременно следить с двумя источниками, то есть у вас поменялась сеть, допустим, стабильность, вы запустили заново ряд, условно, у вас стала больно стабильность сети, вы как бы заново ряд запустили, заново пробуйте на ней. Сменился LTE на Wi-Fi, снова приподключаетесь, пробуйте. Кстати, еще один момент с сетью. Поскольку Wi-Fi считается стабильной, в том же Starscream есть в рамках API-шки такая штука, availability, по-моему, называется, в общем, предложение, оно отрагерится, когда вы с сети мобильной пришли на Wi-Fi. Такой коннект считается стабильной и рекомендуется вам выполнить при подключении, чтобы, ну, просто ради большей стабильности. Тогда я возьму еще тоже интересно задать вопрос тебе. Смотри, ты вообще как сам смотришь на использование комплексного подхода? Вот, допустим, ты, помнишь, сказал про Firewall, и потенциально он может в каком-нибудь там отеле эту сеть обрезать, допустим, по разным причинам. Ну, например, там, роутер отеля, он не хочет, чтобы соединение держалось очень долго и автоматически рвет. Или там много бывает причин. Вот, поэтому тут, соответственно, вопрос. На самом деле, мне тоже очень интересно, возможно ли как каким-либо образом удобно сделать так, чтобы у тебя был как бы протокол в AppSocket, но, допустим, все не работает, и ты можешь использовать LongPolling или просто HTTP, перейти на HTTP. То есть, вот, был ли такой опыт? То есть, я уверен, что у вас пользователей достаточно много у MainChat, и, соответственно, уверен, что если вот чисто в AppSocket используете, то у некоторых может просто обрываться соединение и работать нестабильно. Ну, смотри, у нас история за центрифугой. Давай сначала про нашу особенность скажу тогда, а потом отвечу на твой вопрос. Наша особенность в том, что мы используем центрифугу с HTTP-запросами, значит, что при Reconnect мы с HTTP-шкой отдельно подоружаем данные актуальные на текущий момент, какую-то небольшую пачку. И поэтому, скорее всего, при частых Reconnect у нас будут просто часто HTTP-запросы, и более-менее актуальные будут данные. Прям не потеряемся, наверное. А вот с точки зрения того, что ты сказал, что переход на LongPoring, я точно знаю, что Socketo поддерживает переход на LongPoring, но я никогда этого не делал. Это первое. А второе, идея кажется мне полезной с точки зрения стабильности, и не уверен, что ее прям сильно сложно делать. Да, потому что в случае с G-RPC, там я немножко знаю, что там происходит у бэкэндеров, у них прям есть инструмент, который позволяет тебе использовать и G-RPC, и на основе этого всего генерить HTTP-соединение, и поэтому тут у них вроде есть решение, а вот в случае с WebSocket, я, например, не встречал каких-то удобных штук, которые сюда и сюда. Ну, смотри, G-RPC, это же по сути настройка на HTTP 2.0, они там пролучают, HTTP 2.0, там у них в идеале один хороший такой коннект, и ты через него работаешь, поэтому там это точно будет работать. Я бы попробовал посмотреть Socket.O, Socket.O точно поддерживает его в Socket.O и LongPoling, они есть в коробке. Вопрос настройки, из-за общения с моим другом бэкэндером, который разорачивал большую инфраструктуру на Socket.O и просил не называть свою имя и компанию. От него я слышал, что обычно все плохо настраивают LongPoling, потом в какой-то момент это загорается, потому что нагрузка вырастает сильно. После этого сидят, разбираются, как LongPoling правильно настроить. ну да, кстати, ты сказал, что WebSocket требует большую нагрузку на сервер, но я бы не сказал, что такую задачу можно в принципе решить без высокой нагрузки на сервер, то есть это просто must-have, вот, либо вообще не делать и все. да, да, согласен, Треш. Да, тут нас еще нам задают вопрос, это смотри, смотри, это вообще достаточно актуальная тема, вот, допустим, ну, она с одной стороны актуальна, с другой стороны вроде как это не сложно, вроде как. Смотри, вот у тебя есть WebSocket и в какой момент тебе обрывать, в какой момент нет, ну, то есть очевидно, что, например, уходить в бэкграунд, а если там возвращаться, уходить в фореграунд, ну, то есть в целом все, что в бэкграунде, оно решается пушами, верно я понимаю? Да, слушай, я считаю, что в бэкграунде надо переходить на пуши, потому что WebSocket ждет так много, что система очень быстро кинет ваше приложение. А вы как-то понимаете, что пользователь находится сейчас в бэкграунде, и ему нужно там не по WebSocket, а, например, пуш? Смотри, мы всегда ждем пуши, независимо от происходящего, но в момент, когда он сворачивает, эти пуши просто отображаются у него. Понятно. А вот вы тоже для... Смотри, расскажи, пожалуйста, а вот для центрифуги вы используете пуши или... Ой, точнее, для пушей вы используете центрифугу? Вот. И у вас там собственное решение. Смотри, центрифуга это отдельный настоящий сервис, то есть вот есть условно бэкэнд, а рядом с ним стоит центрифуга. И центрифуга ничего не знает ни о чем, кроме каналов, по которым она рассылает. Поэтому мы не используем центрифугу для рассылки пушей, у нас есть бэкэнд, бэкэнд принимает решение делать рассылку, и он шлет эту рассылку в несколько источников, то есть у нас шлет центрифуга сообщения и на пуши сообщение, по словам. Два параллельных сервиса. Понятно. Ну, это достаточно стабильный проект, правильно понимаю? Центрифуга? Да. Слушай, у нас вот за год с ней там проблемы, я не помню, что вообще были ли, были какие-то проблемы, когда у нас случайно туда пустые сообщения попадались, что является нарушением протокола общения, но в остальном жизненопитонные решения. Наши бэкэндеры страшно довольны. Наверное, тогда один там из таких уже завершающих вопросов, которые тоже хотелось бы задать тебе, это в чем непосредственно разница между библиотеками на андроиде и библиотеками на айосе, потому что работая там с gRPC, я заметил следующую тенденцию, что есть такое, как gRPC клиент, и он, соответственно, работает как на айосе, так и на андроиде, у него в целом интерфейс взаимодействия одинаковый, из-за этого когда там не знаю человек приходит с андроида в айос код достаточно там понятный, когда человек приходит там с айосе приходит в сторону андроида смотреть там код и как все работает, то там тоже все это понятно, особенно если все это еще используется примерно одинаковая архитектура, то там вообще все почти эквивалентно. Вот, хотелось бы тебя спросить такой вопрос, не было ли каких-то проблем, когда вы работали с вебсокетом, допустим, вот ваш там андроид-разработчик реализовал с помощью одной библиотеки, а ты реализовал с помощью другой библиотеки, и, например, вы получили в итоге не x багов, а x2 багов, потому что у вас абсолютно разный код, и это вполне нормальная ситуация, когда вы получите там в два раза больше багов каких-то падений. Еще при этом мало того, что их еще будет сложно как-то пофиксить, потому что где-то в одном нюансе вы фиксите там на сервере, а ломается андроид, вы фиксите что-то там на сервере, чтобы подчинился андроид, но ломается iOS. Вот такого у вас не было? Ну прям той истории, что ты в конце рассказал, чтобы мы финили, а то одно другое ломается, у нас не было. Действительно есть отличия, сам WebSocket протокол очень простой, его реализация как бы и IP-шка для андроид, для iOS будет примерно одинаково в библиотеках, будет отличаться, наверное, у нас были баги в том, что мы накручивали сверху, допустим, у нас по-разному там работал реконект, у нас был баг на андроиде, что, не знаю, реконект не запускался. Какие вещи бывают? Вот. С точки зрения именно самого WebSocket, ну, я бы не сказал, что скорее у тебя будут там баги, но я скажу, да, с RPC у тебя будет больше похожести, чем на WebSocket. Понятно. Я снова вырываюсь в эфир, у меня есть вопросы, но они такие более поверхностные, но мне тоже стало любопытно. Я пока слушал доклад, в частности, еще прочитал в биографии слова про Александра «Тащиться по продуктовым метрикам и фичам», и что хороший код решает боль пользователей. И слушая параллельно доклад, я как раз об этом и задумался. У меня сначала такой вопрос в сторону, а потом ближе к докладу. Александр, вот в связи с продуктовыми фичами мне кажется, что есть такая ловушка для разработчиков, когда мы начинаем заморачиваться по каким-то техническим деталям, которые глубоко внутри, и что-то оптимизировать, и нам кажется, что это очень важно. Но если мы не смотрим на продуктовые фичи и на боль пользователей, мы можем не замечать, что пользователь вообще не заметит результатов нашей работы, а у него болит где-то в другом месте. Вот насколько с этим согласен? Звучит, как правильный тезис. Такое может быть, такое бывает. Я этот тезис попробовал просто на ходу применять к этому докладу, и вот я вижу, что там рассказывается, что вот в этом случае, даже если у нас односимвольный URL, то сразу там 26 байт. Я понимаю, что внутри меня ощущение, какой ужас, 26 байт, там так делаю. Коротко, а потом думаю, а вот пользователь, он эти 26 байт когда-нибудь, где-нибудь заметит? Есть ли тут боль, которую надо решать? И у меня в связи с этим вопрос такой более общий, что тут в докладе было много конкретики, часть из которой вот такая как раз внутренняя, то, что разработчики видят, но часть была и про то, что пользователям вполне понятно, то есть когда говорят про энергопотребление, что будет быстрее садиться, то вот это пользователь очень остро заметит, конечно. И хочется тогда задать вопрос, как можно охарактеризовать вот веб-сокеты именно в категориях продуктовых метрик и боли пользователей, то есть вот если есть какое-то конкретное приложение, там, мани-чатовское или какой-нибудь другой пример, и вот у него был бы тут хттп, а вот веб-сокет. Как изменились в этом случае продуктовые фичи и насколько боли стало меньше? Ой, смотри, веб-сокет решает боль пользователей по быстрому получению каких-то обновлений, то есть если у пользователя есть боль, что ему нужно здесь и сейчас что-то получать, то эта боль больше, чем боль потратить энергию. А если вы, допустим, используете, неусловно, у вас какая-то лента с погенацией, а вы открываете веб-сокет ради того, чтобы посвечить ему количество новых сообщений в ленте, то вот здесь у поиска больше будет болеть, почему батарейку так много жрет моя лента с фидом. Такая история, скорее всего, будет. Я не знаю, насколько я ответил на этот вопрос, но я попытался. Ну, в целом, да. У меня тут еще вопросы такие общие, Алексей, если там хочется что-то добавить, то можно тоже говорить. У меня, вот по поводу меня сразу метрики, вот, ну, к слову, если речь про метрики, то я думаю, там уже история не про веб-соки, там уже более такие истории вроде там посылки, нам вообще не важен результат, нам важно просто отправить метрику, и вот просто хотел сказать, что есть другие там решения вроде тех же самых UDP, когда мы просто отправляем данные в никуда, и нам абсолютно там все равно, что вернет сервер, главное, чтобы он, возможно, там принял, возможно, не принял, то есть метрики можно там, если там очень нужно потерять, и, то есть, нам вообще не нужна, например, гарантия доставки. Вот, просто хотел добавить, услышав продуктовые метрики, просто как их там собирать, то, что на опыте приходилось делать. Я тебе скажу, что я бы побоялся метрики продуктовые по UDP слать, потому что ты на основании статистики принимаешь решения, если у тебя статистика будет попорчена от этой погрешности UDP, это будет нехорошо. Ну, смотри, у тебя есть два варианта, либо либо там у 10 пользователей там у тебя что-то там не пройдет, либо же ты просто от набора соединений, которые ты открываешь, а если у тебя там пользователей больше миллиона, там, есть риск того, что тебе постоянно придется там смотреть, у тебя постоянно будет сервер падать из-за того, что там очень много соединений открытых одновременно. То есть, мне кажется, тут плюс-минус там нужно обсуждать. Возможно, ты прав. Это на самом деле важно, особенно продуктовые метрики. В каких-то моментах надо там искать компромисс и, может быть, там просто не веб-сокет открывать, а, например, быстро какой-нибудь такой, или точнее вот взять, открыть веб-сокет, отправить сообщение и просто закрыть его сразу же или какие-нибудь другие решения, ну вот, чтобы особо не нагружать как и батарейку пользователя, так и сервер. Вот. просто хотел добавить про компромиссы. Еще у меня есть мелкий вопрос совсем в сторону. Я, просто услышав про центрифугу, тоже попытался быстро погуглить. У меня просто времени было мало, поэтому я не успел доврубиться, но я просто открыл гитхаб, я вижу на нем организацию центрифугал, у которой репозиторий центрифуго, а еще репозиторий центрифуге, а еще упоминалась библиотека центрифиго. И я понял, что я запутался, и я понимаю, что если я посижу, то я разберусь, но это, мне кажется, пускай тогда на видео будет проговорена еще раз разница между всеми этими четырьмя понятиями, чтобы уж совсем все точки расставить. Смотрите, центрифуга это отдельный сервис центрифуго, написанный на гол, который может взаимодействовать с вашим бэкэндом и занимается рассылками по каналам. Центрифуге это ядро этого самого сервиса, который вы можете интегрировать в свой бэкэнд, если вам оно нужно. А если вы не хотите использовать отдельный сервис, на центрифугу хотите, чтобы он прям ваш бэкэнд рос. Это прям основные две вещи отрелища, а центрифугал это организация, видимо, они сделали, ребята. Это же проект развивает сообщество, это вообще, видимо, название не стало такое. Вроде понял. Еще есть такое, что как раз в той же биографии, среди прочего, еще говорится, написано, обожает Свифт, но иногда изменяет ему Скотлин, когда андроид горит. И поскольку тут и так уже прозвучало слово андроид и без меня, но все равно у нас вот этот доклад помечен в программе как iOS но при этом, когда начинают разбирать сетевые протоколы, то ощущается, что там большая часть очень платформа независимая и андроид разработчикам могло бы быть также полезно послушать. Хочется тогда, вот тут уже спросили про специфику, но я прослушал часть ответа, поэтому вот в случае с веб-сокетами, раз ты смотришь на андроид сторону, тоже иногда когда там все горит, там все в целом так же или есть разница? Все так же будет отличаться только все остальное будет такое же. В общем, на самом деле, наверное, этот доклад можно было пометить как универсальный. Ну, я рассматривал именно какие-то вещи из iOS, небольшой, а так в целом да, можно универсальный, просто нужно отдельно погуглить библиотеки под андроид и привезти их. Тогда у меня вопрос даже уже не конкретно про доклады про веб-сокеты, а в целом, что из-за того, что у нас конференция которая в целом мобильная и про андроид и про iOS, мы не за холивары, нам интересно освещать и то, и другое, но обычно приходят люди с какой-то стороны и не то, что холивары возникают, но обычно что-то одно они видят, а другое для них чужая земля. Вот ты, раз ты пользуешься и тем и другим, и раз у нас еще осталось 7 минут времени до конца слота, то хочется как-то поспрашивать, у меня даже не конкретный вопрос в голове, а про всем, что ты видишь из-за того, что ты видишь оба мира про их разницу и, ну скажем так, например, если что-то такое в андроиде, что ты смотришь и думаешь, блин, хочу, чтобы у нас вот в iOS, где моя основная территория, сделали вот так же по уму и наоборот, есть ли что-то, что ты, когда андроид приходится касаться, то вот это вызывает страдания и думаешь, у нас же это все давно решили. Слушай, есть такие вещи, да, мне нравится все-таки, как устроен UI в андроиде, в большинстве случаев мне кажется, он проще, но при этом там есть вот пару случаев было, когда я думал, блин, ну вот в iOS я могу, не знаю, почитать там высоты текстов, рассчитать все заранее, типа, сконфигурирует вьюшку, а в андроиде у меня так не получается, вот, и это было прям очень больно, осознавать, что оно так не работает, наверное. Мне очень нравится еще в андроиде котлинские крутины, и вот эта вся многопоточность как там работает, с моей точки зрения очень органично получается, мне прям приятно на это смотреть. Но еще это, возможно, лично мой нюанс, но, как я, но у нас андроид собирается быстрее, как-то так сложилось. Кстати, я бы тут мог добавить, у нас во-первых, да, вот, есть такая история, что если андроид там запускается за минут пять, то iOS компилируется почему-то за минут сорок, вот, это очень странный факт, вот, но если там по поводу, кстати, по поводу рендера текста, ирония в том, что андроид это подвезли, они подвезли, это работает достаточно хорошо, но если это включить свой проект, то нельзя будет поддерживать там старые версии андроида, которых пользователей достаточно много, и из-за этого этим никто не пользуется, и там есть какие-то костыли, которые нужно придумывать, и это действительно проблема, вот, а я бы еще на самом деле бы добавил к вопросу Евгения, что мне приходится там взаимодействовать с разными iOS-разработчиками, и я удивлен, что какие-то есть сложности в DI, то есть если там в iOS, если в андроиде DI, он по умолчанию невозможно написать проект без нормального DI, если что, можно даггер, даже если библиотеку пишешь, вот, то в случае с iOS-ом многие iOS-разработчики просто в своих проектах не используют DI, и это очень сложно мне, по крайней мере, понять, у человека, который много на андроиде писал, вот, это первое, и второе, вот, тоже вот, я столкнулся, где-то год работал с RxJava, вот, а потом осознал, что не везде в iOS-проектах используются там RxJava и RxWIFT точнее, то есть это не стандартная практика, и вот мне тоже обычно не хватает таких вот штук на iOS-е. Тут прозвучало про разницу в UI, и тут мне любопытно спросить, наверное, у вас обоих, из-за того, что у нас вот вчера был день декларативного UI, значит, это лайфкодинг на разных технологиях, и как раз там было и про iOS, и про Android, то по вашим ощущениям, а вот то, что теперь приходит эта новая волна, и вот там в случае конкретно с iOS, это SwiftUI, что-то меняется, становится ли лучше, больше ли вам это нравится или нет? Я тут могу добавить, вот, Swift, в общем, у нас, мы писали настоящий прод-проект на SwiftUI, и, в общем, мы отказались в итоге и вернулись к UI-киду, это было очень обидно и очень больно, но проблема заключается в том, что, может быть, мы, конечно, что-то не понимаем, но нам приходили от пользователей такие эксепшены, которые вообще непонятно просто, почему приложение упало, то есть, оно где-то там SwiftUI упало из-за того, что, не знаю, SwiftUI еще там достаточно сыроват, и где-то там в лупе упало, и, соответственно, сиди и разбирайся, почему это произошло. Но я думаю, Александр подробнее расскажет, потому что все-таки он iOS-разработчик. Ох, у меня со SwiftUI только приятные проектчики, которые заводятся за пару часов, но вот все вопросы сложные с жестами, с таблицами, коллекциями, мне кажется, сложновато, очень тяжело перестроиться, попробовав на эту концепцию пока что. Лично я пока с ней со стороны наблюдаю, мне нравится, куда оно двигается, но пока что я не доказано понимаю, как там решать все эти типовые кейсы, с которыми ты в жизни сталкиваешься, со всяким сложным, динамичным UI. Вот. И смотрю со стороны, читаю, изучаю клинически. Мне кажется, это светлое будущее, но пока что оно сыровато. Пока очень сырое и не подходит для прода. Я бы так сказал. Хочется ли тогда дать какой-то прогноз, вопрос, что вот, наверное, типа через год надо вернуться к этому вопросу? Я думаю, через год там будут первые зачатки прода, а через года два только, мне кажется, можно будет спокойно использовать в своих проектах. Но это скромное мнение. Я более оптимистичен, но я помню с лифт и с третьей версии все нормально завелось. после долгой болезненной миграции, разумеется. Со SwiftUI у нас уже вторая версия подошла, какие-то изменения уже есть. Подождем еще годик, посмотрим на отважных стартаперов, которые тестят себе это и важно уже пробовать. В общем, тогда это на Mobius 2021 вернемся и посмотрим, что изменилось за год на Mobius через один. А сейчас у нас заканчивается время слота и мне хочется сказать, что дальше есть дискуссионная зона в Zoom. Если у кого-то есть вопросы, но побоялись их задать в Telegram или еще что-то, то там это возможно сделать в виде созвона, который нигде не остается в History. Так что может быть проще. Если вы смотрите этот доклад в записи и дискуссионная зона давно прошла, то чат должен быть еще жив. Если вы это смотрите на LiveJugru.org, то там по-прежнему должна быть кнопка, которая ведет на чат, можно подключиться все еще, найти и задать. Так что задавайте свои вопросы там. Или если не можете что-то найти, то есть общий чат Mobius на тысячу с лишним человек. В крайнем случае все вопросы можно разрешить через него. В общем, Александр и Алексей, спасибо вам обоим за доклад и за роль эксперта. И на этом наш доклад завершается. и мы переходим к подведению итогов дня. Субтитры создавал DimaTorzok